В детстве моим желанием было преподавать композицию, я думал, что я закончу свою жизнь профессором по композиции в Московской консерватории. Тема должна быть легко запоминаема. Она должна сознанием, чувством, головой, чем угодно схватывать. Куда тема поведет, это вопрос еще нам не понятно. Мушкин писал Вязевскому, по-моему, ты представляешь, что учредила моя Татьяна. Она выскочила замуж. Начала жить в своей собственной жизни и выскочила замуж без его ведома, не спросив у Александра Сергеевича. Так же точно ведет и музыка. Музыка началась с одного звука, и вот григорианское пение в VI-VII веках, оно было одноголосным. Бога можно было хвалить только одноголосно, потому что Бог один. Как музыка от Бога шла к человеку. Что сначала был григорианский хорал, а потом этот один звук стали удваивать в октаву, стали включать в церковное пение мальчиков с несломавшимися голосами. Потом добавилась квинта, органум. Потом еще четвертый абертон. Но эти голоса все равно были по значению равноправными. Голоса были разные, как люди разные. Но они все были перед Богом равны. И вдруг появляется Лютер. И он эту сложную многоголосную полифонию упраздняет. И говорит, что вот одна мелодия важна, это мелодия. А остальное – аккомпанемент. Постепенно музыка делается из церковной, все более светской и светской. Музыка пишется, музыка вот приходит, она звучит, как мне говорят. А потом он уже перестает слышать. Но вот этот момент развить дальше, музыка сама сказала, а ты ее должен развить, взять ее за руку и повести дальше. А она не хочет идти. Вот Шостакович, например, своим ученикам говорил. Он, понимаете, так сказать, я очень часто что-то сочиняю, а потом не знаю, что дальше делать. Я вот вам советую, вот вы сядьте, сядьте, и этот кусочек, где у вас застоплилось, вы вот до этого кусочка, вы сыграете на рояле, сыграете, сыграете. А потом представьте себе, что вы на концерте, и вам надо дальше идти. Да, очень хорошо. Великолепно. Вы понимаете, иногда даже выносит, выносит. У меня было такое средство для поиска продолжения. Я старался отстраниться от этого сочинения. Первый способ отстраниться, это описать словами то, что происходит. У меня даже был такой прием в детстве, я помню. У нас был такой громадный, старинный радиоприемник в Беларуси. И я, когда не знал, что дальше писать, я представлял себе, что моя пьеса звучит из радиоприемника. А я ее слушал. И эта модальность, то здесь все семь звуков, они имеют одинаковую ценность, одинаковое главенство. И никакой из них не главный. Вот почему сейчас многие любят средневековую музыку, потому что она такая вот открытая, святая. Центрическая форма. А, Б, С, Д и так далее. Или Э, а потом назад. Д, С, Б, А. Тональности, которые находятся рядом, они самые далекие. Это вот такой парадокс. А вот тональность, например, соль минор, до минор, вроде кварты между тониками, а они близко. В романтизме терцовое соотношение стало очень таким излюбленным. У Шуберта и так далее. У меня была такая пьеса, она просто называлась «Сталая черепа». И я эту пьесу начал писать 31 декабря 1971 года. И когда все сидели за столом в 11 вечера, я говорю, Вань, ну брось ты там, что ты там засел? А я говорил, нет, у меня вдохновение. И, в общем, я ее дописал и сел за стол. Но закончил я ее 1 января 1972 года. И когда я принес на урок Георгий Петрович Дмитриев, он сказал, два года писал. Тоже две секунды. Что такое? Я сейчас не помню уже. Такая вот немножко, такая вот неуклюжая, криво ползущая на своих коротких лапках. Это старая черепаха. Но мы как-то вот эти две секунды, эти вот такие вот, как бы две лапки такие, которые вот так вот. Вы знаете, это образ. Такая тоже есть проблема. Когда немножко выпирает название, а музыка уже в тени. Концептуализм, он должен быть все-таки, так сказать, не в жертву самой музыки. Нарочитую простоту проповедовал Мортен Филм. Он в какой-то момент свои сочинения называл по инструментам, которые это сочинение исполняют. Например, если он писал концерт для фортепиано с оркестром, то сочинение называлось Piano and Orchestra. И потом еще в названии очень хорошо, когда есть какая-то связь с чем-то, что было раньше, некая традиция. Если ты какое-то правило хочешь в музыке воплотить, надо всегда сразу начинать его нарушать. Потому что когда это правило с занудной настойчивостью воплощено, это ужасно. Во всех видах искусства. Если ты что-то очень хочешь, ты не должен идти в лоб. Ты должен по возможности отойти на далекое расстояние. И тогда оно само к тебе придет. Вот это жизненное правило вообще потрясающе. Я очень люблю книги и считаю их наиболее важными для композитора. А те, которые говорят о жизни композиторов. Дневники Прокофьева в двух томах. Потом диалоги Стравинского с Крафтом. 71-й год издания. Музыкальная поэтика Стравинского. Затем Я композитор Бонегера. Мир композитора Хиндемита. Равель в зеркале своих писем. Совершенно гениальная книга воспоминания Рахманинова, записанная Елизой Маном. Вот у Прокофьева еще автобиография очень хорошая. Письма Брамса, которые переведены очень хорошо на русский язык. Прокомментированы Сергей Року-Вой. Ну, книга Царевая о Брамсе тоже очень хорошая. Есть такая маленькая и тоненькая книжечка. Антон Веберн. Лекции о музыке. 1975 год. Конечно, Швейцер, Бах. Людвиг Ван Бетховен. Жизнь, творчество. Ну, кто он? Николай Валентиновна Кирилле. Из биографических. История жизни Йозефа Гайдена, рассказанная им самим. Автор Диз. Римский Корсаков. Летпись «Моя музыкальная жизнь». Глинка. Записки. Ищите себя. Ну, что это вот Шостакович? Всех своих учеников учил писать, как он. И вот получились у него «Лжет-Дмитрий», «Лжет-Дмитрий». Когда человек уже знает, что это будет вызывать ассоциации, я не знаю, с вечерним баром, и вот там темор определенный, какая-нибудь определенная гармония, то это уже как бы облегчает немножко работу. А если когда как бы спрятаться не за что, вот у тебя голая мелодия, гармония, вот Бах, например, вот он «Искусство Фуби» написал в конце жизни, там даже непонятно, какие инструменты. Как в средний век. Как пик. Чем, собственно, рекомендационные моменты характерны? Тем, что что-то происходит, что останавливает наше внимание. Что-то придумать уникальное, что никогда больше, ни раньше, ни позже не повторялось. Или паузу одну, какую-то странную, или какой-нибудь аккорд необычный. У Калинина была симфония с ударом литавр. Когда все засыпали, литаврист бух, и все просыпались. Сейчас все можно послушать. А вы не соблазняетесь с простотой этого метода знакомства с музыкой. Потому что вы слушаете, и вы постигаете дух композитора через переводчика. Возьмите ноты, и хотя бы плохо, но пальцами вы разговариваете с Бахом. Продолжение следует...